пацаны 13 процентов девчонок это канал михеев и павлов где мы втроем продолжаем разбираться в том мире странице артем и сегодня чего греха таить охуенная машина у нас если два раза в жизни сталкивался один раз в плохой ситуации один из хорошей ситуации и оба раза нам не понравилось плохая ситуация была не конкретно с машиной в общем жизненная когда-то урек у меня был мне мужик за играть и малька не нужно случайно с твоей доплатой с мертвой коробкой игру блять нужно он будет приезжая я что-то отчаялся же не знал куда его деть все приехал мы на брянской встретились он говорит ну вот он все типа он ехать едет но что-то там какие-то проблемы у него я говорю ну все понятно уже сразу около сервиса удобно мы встретились то и все я блин прокатился кайф мягенько хорошо четенько все идет все как положено а потом а потом я хотел посмотреть уже после продажи таврега такую машину приехал посмотреть и мне опять понравилось но ценник тогда был неподъемные недоступны вообще максимально пацаны 13 процентов девчонок с моим мерседесом про который есть два видео на нашем канале все полностью в порядке тачка полностью готова и так как у меня в жизни еще не было такой дорогой машины я подумал что эту зиму я должен провести очень не скользко поехал значит по объявлению это уже третье или четвертое было приезжаю все с парнем визуальный контакт он говорит блин здорово-здорово 15 тысяч рублей резина липучка я думаю я в жизни но у меня потолок был 5 артем пятак за комплект и все я смотрю на нее она прям хорошая вот там с пупырышками там ну как будто бы новая я ее покупаю приезжаю на шиномонтажку ставлю шиномонтаж не горит не брата нормальная рези у тебя но старовато слегка я говорю ты чё зернышко сеешь то елки-палки блин зачем такое-то говорит так ей 11 лет резине твоей и тут я узнал что для того чтобы разбираться в машиностроении нужно разобраться еще в резиностроении для начала прошу оказывается на каждой резине пишут год и месяц этом и неделю производства слушай ну мы в деревню ездили получается 280 в одну сторону было страшно как никогда это еще гололед был это был кошмар какой-то прямо не смотря если бы не все мерседесовские системы которые кстати говоря исправны то я думаю что закончилось бы чем-нибудь нехорошим потому что всю дорогу мы ехали с скоростью 70 80 кадров в час и вот вот с этими делами было очень страшно но такая опасная поездка была в последний раз у нас артем потому что с недавних пор на моем мерседесе стоит новая шипованная резина от toyota ирс я мотанул уже тысячу артем и за эту тысячу у меня улыбка с лица вообще не сползает во первых она мягчайшая она гораздо меньше шипы она гораздо менее шумная чем липучка которая была как это ни странно так и я очень доволен ну слушай а то чтобы прокатился и понял что тачка стала мягче и комфортней да и зацеп твои ощущения что прям вообще я в горку могу ездить теперь это же вообще прикол если до этого артем нужно было все просчитывать вот эти котики знаешь когда прыгают как будто рассчитывают геометрические все моменты там вот эти формулы так и я типа чтобы заехать какую-то горку ты должен подумать чтобы машина перед тобой уже туда заехала чтобы ты вот так не остановился и не начал вот этими вот делами заниматься toyota ирс это известнейший бренд резина высокого качества о которой огромное количество положительных отзывов широкий модельный ряд надежность на дороге и более чем адекватная по современным меркам цена я эту резину уже прилично потестил как на трассе так и на дорогах проселочного типа и доволен на все сто процентов toyota ирс мы говорим большое спасибо ну а для вас пацаны и девчонки как всегда оставляем ссылку в описании и я тебе скажу артем что мне машина нравится она на нее смотришь она вот у меня не вызывает никаких эмоций она такая типа сдержанная она и не некрасивая и не не вау и не урод и вот она прям такая слушай но это ты скорее говоришь наверное про первое поколение у нас сегодня второе и мне нравится внешне эта тачка и вообще ты знаешь правильно сказать машина очень крутая но покупать ее лучше не надо потому что они в хорошем состоянии там стоят лям 300 лям 400 данный экземпляр приобретен в москву после 5 дней просмотра антикоррозийной обработки после 7 автомобиль это был на просмотре этой марки 950 тысяч по низу рынка ты представляешь как мы любим а кто мог такое сделать конечно же человек у которого имя начинается на и заканчивается на ванн да легендарный иван вань проходи пожалуйста в кадр в семье у ивана 6 мерседесов вы узнаете самое просматриваемое популярное видео нашем канале про его гейлик также вани появлялся видео про ешку которая как у дениса только другого цвета только заразил денис иван вообще братан человек mercedes эти рекомендуют посмотри чего у него сзади на обуви понимаешь это живо на мир с марки слушай ну я все понимаю но куда 6 то но при не приняли решение так сказать поменять один одну ешку которая у нас трехлитровая на паркетник ну конечно какой может быть паркетник галка и мэль так но в итоге нашли вот живой мэль мужа ляжем они что там на дроме можно ссылочку вот так нажать это все марки будут показывать один раз галочку поставил понял и все и смотрит мэрса думает странно что других машин вот ваня продает свой mercedes ешку на трехлитровую сейчас цвет шикарный тачка пушка ванин инстаграм прямо сейчас появляется на экране в инсту тебе пишем да это мы же объявление пока что ну и чаще ну вот и решили в паркетник взять чтобы путешествовать на нем как говорится но это повыше полный привод вот купили мл-164 здесь понимающего фишка братан почему в случае с иваном не страшно брать что ванишь сам занимается инерциями у него еще и не свой небольшой сервис поэтому страшный 7 штук их посмотрела 7 только купил понимая понимая основные проблемы в котором это столкнулся мотор дохлая машина дохлая коробка но либо кузов допустим целый был и мертвая по технике либо наоборот кузов мертвый по технике более-менее но здесь золотая середина то есть за зиму и в приду в порядок и летом на байкал так 950 тысяч рублей да но в целом то нормально не это это шикарная покупка ну плюс конечно еще добраться от москвы там еще чуть больше миллиончик она вышла да на миллион 50 почему здесь у нас не смотрел да мы что-то как-то решили съездить прокатиться попутешествовать объявлений очень мало и у нас их нету да да их нет да плюс я еще такой момент я искал именно на пружинной подвеске хоть меня там закидают сейчас что она должна быть на пневме но как бы мне нужно пружинная именно подвеска чтобы голову не грела я теперь тоже пружинной подвески чтобы на рыбалке вот так не просыпаться так как машина куда-то далеко съездить попутешествовать так поэтому именно пружинную подвеску ты решил просто минусануть вот эту заботу тупую да 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 думать об этом с утра не вышла она вот так не стоит здесь же 272 мотор и отгадай сколько лошадиных сил в машине 272 прикинь как раньше и 200 значит двухлитровые 250 значит два с половиной вот это все для любителей информации это второе поколение мл выпускались они с 2005 по 2011 год первое поколение шло с 97 года вообще про мл-ку интересный факт номер один который я вычитал совместно с бмв мерседес обсудили что у бмв это уже была м к а у них это м-класс и они договорились что типа ну вот у вас будет м к у нас мл но 2015 года эти тачки вообще называются г-л-е то есть гелендваген е-класс да по сути больше ничего интересного кроме того что 2008 году был арест второго поколения у нас тачка девятого года это рестайлинг кстати говоря первое то тоже не особо урод не она нормально они раньше я помню так часто встречались очень в красном цвете бордовый типов и зеленый да 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 сейчас они все погибли смертью храбрых да я уже тысячу лет что-то прям не видел чтобы вот так посмотреть на него опять же для тех кто любит инфу ваня сказал что искал принципиально рест потому что надо резть и второго поколения проблемы с коробкой там к это плата да ну всем г троне вот 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 то есть в этих уже ну то с девятого года в автомобилях уже поменена эта плата усовершенствованная ну и когда называется ой слушай плата управления коробка передать вот там какая-то такая была на том который я смотрел да да ну и тут еще доработали балансировочный вал то есть на предыдущих поколениях прям зубья зубья слизывала на этих балансировочных валах уже такого таких проблем нету хотя тоже выходят из строя но дольше ездят у нас вообще интересная ситуация мы на двух китайцах покатались которые подваляла новые салона а теперь вот на автомобиле десятилетним за миллиончик сейчас оцените кожу какая в китае за 2 миллиона и в этих авто началось еще тягивание нас на обрадоваться а 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 После китайцев сразу колоссальная разница, согласись, именно в материале. Есть зажигалка, сейчас проверим кожу. Сиденья пушечные просто, космос вообще. А знаешь, какой руль охуительный. Он просто реально офигенский, он не затертый, с ним ничего не случилось. По салону тачка в состоянии, просто почти 10 из 10. Я забыл, какой год у нее? Девятый. Двенадцатая машина. Они даже сделали уже черные ремни, на потолок не хватило у них видимо. Чернителя. Вот это мужской подстаканник. Не какая-то маленькая там, чтобы вот какие-то там вставить вот эти 0,33 свои смузи. Нормально, сразу литру хулели оттуда, шлепнул и погнали. Вторая для пива. Они что, подогреваются? Охлаждаются, извините. Как у нас тут по жиру комплектация? Сзади подогрев есть? Нет, это не самая полная комплектация. То есть, ну, она без пневмы получается. Подогрева нет у задних сидений. Ну, в принципе, так-то все есть для жизни, грубо говоря, для комфортного передвижения. То есть, все работает, все исправно, по электрике все работает. Ты собираешься на данном автомобиле ездить на Байкал, на Алтай, да? Да, да, да. Быть там самым крутым, да? Ну, не знаю. На Белёшечку, понятно. Ясно. Да. На Гелике как далеко не так комфортно ехать, как на этой тачке. Понимаешь, все как вот так вжик, вжик. Чтобы вот ничего лишнего у тебя не осталось. Я вот люблю, когда, знаешь, у меня в машине все закрыто. Когда ничего не болтается, никаких проводов, никаких вот этих приколов. Чтобы все было вот так закрыто, открыто. Ну, давайте. Ой, а я же могу настраивать себе... Господи, там сколько всего-то у меня. Так, я могу чуть-чуть ниже подъехать. Он, кстати, узкий, обратили внимание? Поясничный упор, жопку поднимаю. Ой, помогите. Нравится. А какие-нибудь чипы на них существуют? Ну, чтобы типа хуяк 398 тысячи на него получилось. Да, можно, конечно, стоять поставить. До 350, я думаю, спокойно можно тут раскачать этот мотор. У тебя так скол на стекле бережно заклеен. Надо сделать. Жалко, стекло родное еще, оригинальное. А, да, вижу. Блин. Ну, вот, конечно, знаешь, чем отличается кожаный салон от обычного вот такого бичевского? Чем? Тем, что в кожаном вот при поворотах есть вот эти звуки. Скрипящие, скользящие. Это вот я не люблю. Но... Ну, давай на контрасте. Вчера на Chery Tiggo 7 Pro ездили. Че, как? Да, братан, ну, это же кайф. Машина сбитая, то есть держатся все. Да? То есть мы вот, допустим, делаем вот так. Я к тебе для примера. Таус, вот эти два китайца. Смотри. Понимаешь? Все нас пугаешь-то. И чего? И чем? В чем разница? Ну, здесь я могу перестроиться и остаться в полосе. Понимаешь? Даже вот если мы его сильно разбалтываем, он же все равно едет вот в эту точку. Кстати, то, что он не на пневме, не делает его не мягким. Подвеска прикольная. На пневме там, наверное, вообще плывет. Да, лучше, конечно. Шестиступая коробка, да, у нас тут? Нет, всем Житроник. Всем, да? Ну-ка. О, сколько он весом? Слушай, на, посмотреть, я что-то не помню уже. Ну, эта машина не для гона. Да ладно ты, смотри. Ой, началось. Да, тяжеловатая штука. Они бывают больше объемов? Да, они там. Бывают пятилитровые. Ну, естественно, еще есть АМГ-шка. Там что-то шесть и... Шесть и три. Шесть и три, но. Блин, чувствуется, а так, скоро сильно? Нет, тачка очень тяжелая, реально. Тяжелая, но... Чувствуется, понимаете? Штармотка-то, что ли? Прям чувствуется. Какие-нибудь там еще с окном открытым ехали, потому что я, видимо, его задел. А, да? Едем про тишину, рассуждаем. Вань, так что ты с ней планируешь сделать, а что с ней, как правило, приходится делать, когда покупаешь ее десятилетнюю? Ну, во-первых, планирую тормозную систему все обслужить. Сейчас вот в первых... Первое, планирую сделать все по механике, то есть, чтобы все было в идеальном состоянии, и чтобы можно было спокойно сесть и поехать на дальние расстояния. А дальше по кузову маленько хочу позаниматься, там, бампер задний перекрасить, то есть, ну, как бы, внешку сделать, чтобы все идеально было. Ну, и все, и, как бы, дальше ездить, получать удовольствие, наслаждаться. Сколько денег выше перечислено тебе обойдется, учитывая, что ты будешь делать сам? Ну, я думаю, что 1200 я в нее положу еще со временем. В общем, удовольствие для людей не бедных. Да? Да. Нет, можно ездить и так, но просто я-то, как бы, докапываюсь до каждой мелочи в автомобиле, и поэтому мне где-то, если там что-то не так, где-то скрипнуло, я все это меняю. Напоминаем, что у Вани есть прокат автомобилей, гелик, можете взять на свадьбу, я вот себе брал, даже кадрики какие-нибудь покажем. Да. Прикольная тачка. Ну, и напоминаем, что, да, у нас есть видос на канале про этот гелик, там уже больше двух миллионов просмотров. Видос, там клип есть с ним вообще-то. А, и клип есть. Это когда мы еще были авторэперами. А еще, кстати говоря, ребят, напишите в комментариях, раз уж затронули тему, а может мы какой-нибудь трек запишем про какую-нибудь тачку? Клепецкий сделать? Клепецкий, не хотите? Клепецкий, не хотите? Если комментарий, типа, хотим Клепецкий наберет 5000 лайков, то... Бедная Лера приходит каждый день со съемки. Так, все, берем вот эту. Берем Хавал. Берем Хавал. Берем Хавал. Берем Черетига. Сегодня придется, скажет, МЛ, все, все, все. Черетига зашел. Не, они нормальные тачки. Хорошие, за свои машины, да. И Хавал, и Черетига нам зашел. Нам вот предложили поехать в Москву и посмотреть Джили Тугелла. Мы еще ни одного не вела не вела. Видишь, как работают люди, блядь, радостные. Молодцы. Видели, что мы все поснимали, типа, и такие, блядь, давайте к нам. Джили Тугеза? Тугелла. А, блядь. Ну, это типа Джили Тудэй, типа Тугеза. Типа как X6, я так понял. А, ну, понял, видел такое. Он и напоминает чем-то даже. Иван, вопрос к тебе, как к Мерседеводу. Через полгода, когда мой Мерседес будет полностью укомплектован и полностью готов, я его продам, что бы ты мне порекомендовал купить следующим? Я думал, ты скажешь, что бы ты мне порекомендовал втирать в уши потенциальным покупателям, чтобы продать его. Так, так, нормально. Либо Ешку 213 уже взять. Сразу сходу, да? Да, да, да. Ну, либо, не знаю, смотря какие цели преследуют. Нет, Джили, я боюсь фантомно. Джили, это дороже будет в много раз. Я, ну, не очень теперь хочу, он мне уже не очень нравится. Джили, кстати, этих лет, вот как эта МЛ-ка, Лям 800. Ну, да, но надо понимать, что Джили это умножай на два просто обслуживание вот этого автомобиля и Джили. Тойота Королла. Да, такие еще. Блядь, она на полторушке и на палке. Я ее смотрел лет 19 назад, блядь. Конечно, меня очень сложно удивить. Ух, ну и синяя машина. Сейчас, подожди. Мы должны... Блядь, она, знаешь, как прет, как мразь вообще мразотная. Так вот, Джили будет в два раза дороже по обслуживанию, да? Да, конечно. Братан, я сегодня выезжал со двора и первый раз поймал себя. Знаешь, на какой мысли? На какой? Что на протяжении 100 метров стоят машины и нет ни одной одинаковой. Угу. Я прям ехал, в какой-то момент щелкнул и такой, так, ну окей. Спасио, Функарго, Вольво, Марк старый, Черри старая, которая совсем уже страшная машинешка. Стоит инфинити свежий на армянских номерах. И вот оно вот так, вот так, вот так, вот так, вот так и до самого конца парковки. Это к тому, что сейчас большая серьезная возможность выбирать автомобиль себе по душе? Вообще любой, понимаешь? Вообще любой. Просто мы два дня катались на китайцах. Да, все новое, классно, дофига гарантий, все круто. В два раза дешевле, чем этот китаец. Есть полноприводная ML на 300. Да, расход 20 литров. Да, обслуживание 200 тысяч в год. Но когда ты маленький-маленький тигриный льенок, как я был тигриным львенком, помнишь? Еще когда не львом стал, а львенком. Еще когда еще не опушился после Туарегата. Так, так, так. Я же тоже сделал, мне, блядь, я до сих пор его вспоминаю. Понимаешь, насколько в памяти эта машина осталась? Вот это я себе купил тачку по душе. Причем, типа, он же голову-то мне особо не ебал, он просто вот так вытряс меня, блядь. Как в американских фильмах школьных показывают до конца всю мелочь в столовой. И все. Получал я от этого удовольствие? Конечно получал, блядь. Тачка валящая, классная, крутая. Здесь все другое, другие качества материалов, другие ощущения. Сила бренда работает. Вот эти все моменты, они превращают вот эту тачку в такую, в какую она вот и есть. Получается, что на протяжении этих двух недель мы показываем, что вполне себе адекватно купить нового китайца за 2 миллиона. Да, да. Но если у вас есть запас денежек, если у вас действительно есть 2 миллиона на руках, то вполне себе адекватно поискать в других городах в том числе такую тачку, залить в нее 1200-300 и быть крутым понтовым парнем, у которого у жены вот такой автомобиль. Да, но не стоит забывать, что это все-таки хобби. Это не только тачка, но и хобби. Да, ей нужно заниматься. Да, то есть, ну, как бы ты вычеркиваешь официально день суббота, допустим, у себя как из выходного, потому что ты, блядь, «Алё, здрасьте, ага, а вот у вас ремкомплект рейки есть, вот этот, ага, ну понял». «Не, мне Ригу надо». «Сто семьдесят?» «Не, спасибо, давай что-нибудь подешевле». «Сто сорок?» Ну, то есть, ты вот этим неизбежно будешь заниматься. Видишь, Ваня у нас человек, который сам руками многое делает. И мы, кстати, с Ваном много раз советовались по поводу того, когда чинили Ешку мою. Угу. То есть, по поводу китайских муфт и прочей вот этой всей истории. Крутая тачка? Вань, на что смотреть при покупке этого автомобиля? Вот это важно. Молодые тигрины и львята сейчас уже за 850 нашли его. Самое первое. Двигатель, конечно. Советую посмотреть эндоскопом при покупке. Эндоскоп – это такой прибор, который камеру туда засунул. Да, да. А что ты не смотрел эндоскопом? Ну, ты… Я на слух определяю уже… Ну, моторчик шепчет, кстати говоря. Да, со всем мотору хана, либо он еще поедет. Ты включаешь мотор, рядом включаешь трек бузовый. Если мотор звучит хуёвый, то ему пизда. Да, да. Ну, и как бы… Обратите, это первое – мотор. Второе – посмотреть все по подвеске обязательно. По мостам, по раздатке проверить. То есть… Да, ну, то есть осмотр типичного внедорожника. Да, да, да. Точно так, как ты смотришь УАЗик. Очень рекомендую покупать вслепую машину, потому что можно прилипнуть на… Сколько стоит капиталка 272-го мотора на данный момент? Ну, сейчас, я бы так сказал, что 300+. 300+. То есть мы, естественно, покупаем муфты. Муфты – это уже сотка. Ну, да, может даже не муфты, как бы там по большей части… Я вообще имею в виду, если мы собираемся разобрать мотор и собрать его заново? Ну, да. Но на этих моторах, кстати, муфты не такие, как на 271-х. То есть там такого нету, что так прямо они разваливаются. Ну, естественно, при капиталке. Это гильзовка блока, это замена поршневой. Гильзовка что, тоже сотку, да? Да, ну, я думаю, в Красноярске там 1050, наверное, будет стоить. Ну, это я слышал, Вань, что в Красноярске очень плохо гильзуют моторы. В двух местах хорошо гильзуют. Есть. Если надо, будет потом позвонить. В первом, во втором. Понял. Вот. Ну, что, Денис Александрович, давай анонс, шестерка в декабре будет? Шестерка в декабре будет готово. Скоро видео про шестерочку. Ёбаный кошмар. Назовем его «Долбоеб». Видео будет так и называться. «Долбоеб Эдишн»? «Долбоеб Эдишн», да. Просто вообще. Что, уже больше 200? Да. Просто подвеску вот заехал, купил, только надо в отца. Заебался всем объяснять. Это не корчь будет, это не корчь будет, блядь. Все хули. Вот такой выбор от надо. Я говорю, да нет, чтобы во дворе спокойно ездить. Чтобы вот колесо чуть больше поворачивалось. Давай вот такой въебем. Я говорю, я не собираюсь на ней дрифтом заниматься. Мне нужна машина, блядь. Чтобы, ну я теперь Мерседесы люблю. Чтобы когда Мерседес со Максом было за чем двигаться. Да, да. Это мой план и есть на самом деле. Если что, звони Вань. Ну, вряд ли у тебя все шесть наебнутся. Если что, дам прокатиться. Надо другой Мерседес брать. Еще один. Что, Боков будешь на ней наваливать? На красное кольцо поедешь? Да, да, да. Больше всех ты на подвеску отреагировал Вася, где в сервисе мы фотографии делаем. Я говорю, Вася, сейчас здание, поедем подвеску покупать. Куда? Да. Они уже делают в два месяца бедолаги, блядь. И я говорю, на шестерку вон, в какую подвеску? Я говорю, ну минус пять и выворот. Ты что, на ней собрался боком ездить? Я говорю, нет, слава богу, блядь. Что-то это сконченным надо будет быть нам. Конечно, этом покрасили так вообще. Скоро, скоро будет. Скоро будет вообще. Я ее уже люблю. Сильно люблю. Но мне кажется, это будет прямо на века. Слушай, так это получается, что он в деньги моей ехит. Только даже мне останется еще на капиталку. Да? В этом-то и прикол. Кошмар, конечно. Ну, к сожалению, у нас в городе, видишь, нету надо в другой город. У нас в городе все лям 350, лям 400. Вот такие объявления. У нас сегодня в гостях очередной яркий пример. Выбирать себе тачки по душе. Только Иван выбрал себе марку по душе. Марку по душе? На всю жизнь. Блядь, как кроссовки Мерседес. Да, да. Миндали, блядь. Тоже нихуя делов, блядь. У меня шнурки сломались, блядь. На, новые. Оригинальные шнурки, блядь. Оригинальные? Хуй найдешь, эти шнурки пришлось заказывать, блядь. Подошва отклеилась, ремонт 7500. Ну, что ты будешь делать? Я люблю, когда коврики с ворсом лежат внутри, блядь. Хорошие белые, блядь. Каждый раз чистить, блядь. Да, да. Понимаю. А кепка у тебя же есть тоже стопудово? Конечно. Спортивный костюм. И спортивный костюм. Все. Может быть, семейный мэр Залям? Семейный мэр Залям. Который сведет тебя в могилу, вот так вот. Пацаны и 13% девчонок. Выбирайте себе тачку по душе. Никого не слушайте. Нравится, взял. Да? Да, конечно. Там же два пути, как говорится. Нравится, взял, тебя друзья осудили, сказали, долбоеб, что ты творишь, ты же с ней заебешься. И ты заебался. Так. А второй путь, когда ты взял, а она не ломается, и ты просто типа в лучах солнца. Серёга, на, бля. Серёга, на, бля. Катайтесь на своих задротах. У меня вон тачка-пушка. Слите за маслом, и мы увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok